Ну вот наверняка вам же нравится Митроидваний. Игры в этом жанре довольно частый гость на моём канале. Так вот, а что может быть лучше Митроидваний? Очевидно, только аниме Митроидваний, коей и является Эндер Лилис Квоитис оф Де Найтс. Это 2D Митроидвания в сеттинге Тёмного Фэнтези, разработанная японской студией от Glowpen Livewire. Несмотря на всю мрачность и трагичность, которой переполнен сюжет, она выполнена в довольно симпатичной и милой аниме-стилистике. Художники, работающие в студии, вдохновлялись работами довольно популярного иллюстратора Мивот. Не знаю, как правильно читать этот ник. Который или Которая в принципе и задал, или задала общее направление стиля. Помимо внешнего вида, аниме чувствуется и в других аспектах игры. Я, конечно, сам не анимешник и вообще-то аниме не смотрю, но вот друг мне рассказывал всякое, и поэтому я немного разбираюсь. Так вот, сюжет Эндер Лилис немного наивен и прям переполнен трагичностью с перегибом и присущей аниме неоднозначностью. Вот знаете, в игре полно типичных ситуаций, когда после победы над очередным врагом во флэшбеке нам показывают, что на самом-то деле он и не был злодеем вовсе. Просто в его жизни так сложились обстоятельства, что у него не оставалось иного выбора, кроме того, чтобы поступить именно таким образом. А многие истории персонажа сводятся буквально к следующему. Я защищал до последнего то, что мне очень дорого, но в итоге умер и стал полым. Чувствуется, что у разработчиков не слишком большой опыт в создании и продумывании хорошей, сложной системы взаимоотношений между персонажами и прописываний им действительно грустного прошлого, так как в большинстве случаев трагичность довольно натянутая и льётся через край. Тем не менее, не подумайте, что я игру таким образом принижаю, потому что играть всё равно было очень интересно. Причём, если сначала игра как-то особо и не увлекает, то чем больше ты играешь, тем интереснее становится. Персонаж главной героини меняется, её верный рыцарь-друг комментирует многие события, а локации не дают заскучать. Кроме того, в игре очень приятный геймдизайн. Все локации весьма хорошо друг с другом связаны, из-за чего их исследование не вызывает проблем. Сами секретки находятся естественно и интуитивно, а игра даже не заставляет лазать на вики, чтобы выяснить, какие там необходимо выполнить условия, чтобы получить ту или иную концовку. В целом, я с большим удовольствием её прошёл и даже выбил платину. А вообще, забавно, что у меня в рубрике «История мира» действительно часто попадаются метроидвании. Нужно какое-нибудь разнообразие и взять рассказать про какой-нибудь... World of Warships. Хотя эта игра и сама может рассказать вам историю, но уже реального мира. Дело в том, что в мир кораблей можно не только играть, но ещё и изучать историю флота. Например, можно начать проходить кампанию Ямамото Исороку, повествующую об одноимённом японском адмирале. Попутно открывая аж 40 элементов коллекции, каждый из которых и рассказывает о личности легендарного адмирала. Кроме того, за это вообще не нужно платить. World of Warships это бесплатная игра, в которой с помощью суперконтейнеров можно открыть даже премиумные корабли, не потратив при этом ни копейки. Вместе с этим в игре присутствует крайне приятная современная графика, из-за которой очень легко увлечься просмотром того, как красиво прорисованы все корабли. А самое главное, это то, что игра хорошо оптимизирована и без каких-либо проблем пойдёт даже на стареньких ноутбуках. Геймплей на World of Warships не требует от игрока слишком глубокого погружения. То есть вам легко будет привыкнуть к её темпу и уже через несколько боёв наловчиться топить вражеские корабли. Благо, заниматься этим весьма приятно, поскольку сражение начинается не сходу. Успеваешь оценить обстановку и продумать план действий. Но когда бой в разгаре, лучше не зевать, ведь вокруг, помимо небольших проворных эсминцев и огромных кораблей с гигантскими пушками, прилетают ещё и самолёты, пикирующие над ними и не дающие расслабиться. Регистрируйтесь по ссылке в описании, играйте на флот.ру, становитесь частью обширного и уютного комьюнити, а ещё не забудьте забрать большой набор подарков, среди которых два шикарных корабля. Удачи в бою, командир! Перед тем, как начать, быстренько напомню вам, что ваша поддержка очень много для меня значит. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, если вам понравился ролик. А если хотите поддержать финансово, то всегда можно оформить спонсорскую подписку или отправить донат. Большое спасибо вам за это. А ещё заглядывайте к нам на стримы на Твиче, там происходит очень много всего интересного. Все ссылки находятся в описании. Как всегда, сначала мы с вами быстренько пробежимся по сюжету игры, а потом попробуем с самого начала составить картину мира. Имейте в виду, что без некоторых интерпретаций нам не обойтись. Поэтому ваши версии всегда приветствуются. Так что не стесняйтесь писать их в комментариях. А также имейте в виду, что впереди вас ждёт очень-очень много спойлеров. Если вы готовы, то приветствую вас на своём канале. Это Ликорис и мы начинаем. Представляю вашему вниманию История мира. Эндерлилис Квоитис оф Де Найтс. Игра начинается с коротенькой заставки, в которой мы видим, как какой-то дух пробуждает главную героиню, маленькую девочку в белом. Дух желает служить главной героине и быть её мечом. Он уже давным-давно утратил собственное тело, но всё ещё может сражаться и тем самым оберегать девочку. Вскоре они обнаруживают, что по закону жанра всё вокруг подверглось упадку. Люди либо погибли, либо стали осквернёнными. А мир накрыла некая скверная. Не спаслась от неё и монахиня Сигрид, первый босс игры. Одолев её и очистив от скверны, главная героиня узнаёт, что её зовут Лилия, а сестра должна была её оберегать. После этого дух рыцаря рассказывает Лилии о жрицах. Это очень важные люди, способные очистить других от скверны. Собственно, главная героиня одна из них. Но в их королевстве также существует и белая жрица-источника. Самая важная из них, которую нужно спасти. Это и становится главной целью главной героини и её спутника. Перед тем, как найти её, Лилии придётся столкнуться с жителями этого королевства, у каждого из которых довольно печальная судьба. С ветераном Гельродом, с чёрной ведьмой Илэйн, с ещё одной монахиней и сестрой Сильва, с безумным рыцарем Ульфом, со стражем бездны Хейнером, с командором Юлием и некой Мириэль. Всё это основные боссы игры, но кроме них есть ещё и второстепенные противники, которые слабее боссов, но гораздо сильнее обычных врагов. Победив кого-либо, главная героиня очищает их от скверны, тем самым даруя покой, так долго желанный ими, и обретает способность пользоваться их умениями в бою. Кроме того, каждое такое очищение влияет и на саму Лилии, потому что скверна от тех, кого она очищает, не исчезает, а переходит ей самой. Это же влияет на её внешний вид. И на самом деле это всё, что нужно знать про сюжет. Точнее, это вся базовая информация, необходимая нам для того, чтобы не запутаться при построении всех событий в хронологическую цепочку. Итак, когда-то те земли, на которых разворачивается сюжет Эндер Лилис, принадлежали неизвестному народу, который прозвали Древними. Этот народ обладал способностью противостоять скверне. Сама скверна – это что-то типа яда, отравляющего организм. Если её принять, то в теле возникает опухоль, которая подтачивает душу. Душа есть источник силы для тела, духа и сознания. Из-за этой опухоли у тела появляется невероятная способность к регенерации, и оно становится фактически бессмертным. С течением времени движение тела отделяется от сознания. И осквернённый, подгоняемый ненавистью и злобой присущими скверне, сходит с ума. Правда, бывает и такое, что осквернённые сохраняют сознание. Это самое страшное. Удержавшие сознание страдают от нескончаемой муки и мучаются до тех пор, пока сознание не покинет их. То есть практически всегда. Единственное спасение тех, кто стал сквернённым, это чудесные силы белых жриц. Собственно, именно с их помощью древние и могли противостоять пагубным эффектам скверны. Это были девушки с врождённым иммунитетом к ней и способностью очищать других от неё. Однако однажды в их земли вторглась другая большая цивилизация, которая развязала войну с древними. Согласно запискам первого короля народа, вторгнувшегося на земли древних, битва с местными достигала крайнего ожесточения. Вторженцы побеждали по числу воинов, но солдатами древних командовали воины-призраки, оживлённые некромантией. Было крайне тяжело победить бессмертного врага, уже утратившего физическое тело. Это было лишь под силу магии. Из-за этого битва растянулась на долгие дни, а может быть даже недели. В конечном итоге им всё-таки удалось победить. Вообще, король вторженцев пишет, что честно пытался найти мирный способ сосуществования с древним народом, но не смог. Неизвестно, насколько искренне он об этом пишет, но за неимением других данных, можно предположить, что древний народ изначально был довольно враждебен ко всем. Так или иначе, их земли были разделены на шесть стран. Этому королю выпало руководить запредельной землёй, где круглый год холодно и всё ещё остался древний народ. Страна получила название соответственно своему расположению и стала называться «Запределье». В этих землях король подобрал маленькую девочку. Она не проронила ни слова, но не отрывала от него взгляда и не отпускала пола его одежды. Почему король так поступил и решил подобрать ребёнка древнего народа, до конца неизвестно. Но, скорее всего, им двигало чувство долга или сожаления. Всё-таки он уже писал до этого, что хотел заключить с другим народом мир. Вполне вероятно, что война была крайней мерой с его стороны, на которую он до последнего не решался. Некоторое время спустя произошло первое вторжение Скверны. Она заразила многих древних. Из-за проигрыша в войне и потери Белой Жрицы они не смогли противостоять этой смертельной силе. Хотя, может быть, дело в другом. Король считал, что выжившие древние сами специально породили Скверну и стали осквернёнными, чтобы отомстить тем самым ему и всем тем, кто лишил их родины. Как бы там ни было, а единственная, кто мог противостоять Скверне, была девочка, которую король подобрал в древних землях. К слову, скорее всего, в рядах тех, кто отбивал вот эти вот первые нападения Сквернённых на новоиспечённое королевство, был один из боссов игры. Ветеран Гейлерот. После победы он установил небольшой монумент в память о собратьях, которые отважно сражались вместе с Белой Жрицей и смогли очистить их земли от осквернённых. Благодаря им была построена цитадель Близнецов, которая стала большой опорой в отражении нападений за Сквернённых земель. Да, древние земли стали осквернёнными. Сила Белой Жрицы противостоять Скверне и очищать людей привела к зарождению целого культа. После первой победы над осквернёнными, жители Запределья были счастливы видеть в своих краях защитницу, а многие религии по типу местного святого пути быстро пришли в упадок. Люди в поисках надежды собирались под сенью Белой Жрицы и так зародилось новое течение. Именно они назвали её Белой Жрицей и стали почитать словно богиню. Те, кто видели чудо очищения, собрались вместе. Они сделали Белую Жрицу сердцем своего собрания. С этого момента и берёт начало так называемое Беловерие. Люди, что принадлежали к Белой Вере, жили тихо и мирно. Они не почитали особых богов, только следовали указам Белой Жрицы и её правилам. Делалось это для того, чтобы не навлечь на себя скверну. Они молились о покое людей и очищении прошедших. Главными опорами Беловерия стали Белая Церковь и подземный тренировочный лагерь в катакомбах. В тренировочном лагере на протяжении нескольких лет проходили обучения те, кто желали стать защитницами Белой Жрицы. Для этого было необходимо получить соответствующую силу и закалить дух. Кандидатов на обучение выбирали из верующих, а в охрану Белой Жрицы попадали только 10 лучших защитниц. Кстати, мы с вами знаем двух из таких защитниц. Это сестра Сигрид и сестра Сильва. Так религия продолжила жить, а жрицей сменять одна другую. Третьей в ряду Белой Жриц стала госпожа Фрития. Её защитницей назначили сестру Сильва. На самом деле, Сильва пошла на эту должность не из-за того, что хотел защитить Белую Жрицу, а потому что она не хотела, чтобы такая опасная работа досталась её сестре, Сигрид. Что касается Фритии, то она родилась в тот день, когда умерла её мать. Ей никто не объяснил причину, свалив всё на изначально слабое здоровье. Поэтому девочка начала подозревать, что, возможно, виновата то, что её мама приняла слишком много скверны. По этой причине Фрития сначала, мягко скажем, не очень хотела заниматься очищением. Вот только со временем она начала замечать, что все вокруг радуются, когда она кого-нибудь очищает от скверны. Из-за смерти матери и невозможности с ней поговорить, девочка сначала не видела смысла в своей жизни. Но потом она поняла, что у неё есть своя роль. Людям нужна Белая Жрица. К сожалению, распространение болезни не прекратилось только потому, что огромные полчища сквернённых были побеждены. Да и сама Белая Жрица сильно страдала от очищения скверны. Как я уже говорил, их способность заключалась не в очищении в полной мере заражённых от недуга, а заимствовании его себе. Вообще, честно говоря, не совсем ясно, почему наступление сквернённых продолжилось. То ли потому, что у древних с очищением всё было хорошо организовано, но их уничтожение означало потерю всей инфраструктуры и Белой Жрицы, необходимых для того, чтобы действительно остановить распространение скверны, то ли дело было действительно в том, что скверна родилась из зависти и проклятий древнего народа, что раньше жил на этих землях. В чём бы ни была истинная причина, но со временем болезнь стала по-настоящему угрожать жителям за предели. Чтобы им противостоять, была основана Королевская коллегия магов. Под руководством мага Фейдена, самым осведомлённым в вопросах скверны, там должны были изучать недуг и искать способ противостоять осквернённым, помимо очищения Белой Жрицы. Фейден рассуждал так. Белая Жрица способна проводить очищение осквернённых, забирая их скверну себе и освобождая их души от неё. Она от рождения не поддаётся скверне, а её душа не подвергается действию скверны. Поэтому она не утрачивает сознание и не теряет разум. И всё же скверна влияет на её тело, как и на сквернённых, причиняя мучения. Фейден хотел как-то убрать эти мучения, чтобы облегчить бремя Белой Жрицы. Его изыскания привели весь исследовательский отряд в запретные земли. Они лежат ниже подземной темницы. Это опасное место, где ещё осталась скверна. Её концентрация настолько высокая, что там даже просто дышать может быть смертельно для здоровья. По этой причине маги, которым дозволялось работать в этих землях, должны были надевать специальные маски. Более того, в запретных землях некогда жили колдуны древнего народа. Фейден посчитал, что если сможет узнать больше о древнем колдовстве, породившем скверну, то он наверняка сможет помочь Белой Жрице и приблизить наступление мира, где не смогут рождаться сквернённые. В этих исследованиях ему помогала его помощница Мирель. Фейдену удалось выяснить, что скверна, которую приняла Белая Жрица, не передаётся другим людям даже при контакте. Но когда он взял образец опухоли от Белой Жрицы и сравнил его с образцами из тела сквернённых, она отличалась не только формой, но и свойствами. В ней сдерживалось развитие скверны и её влияние на сознание. Небольшое отступление. Его помощница Мирель была не только той, кто помогала ему в исследованиях, но ещё и его возлюбленной. Это, кстати, почему-то забыли дописать в имени этого босса, что очень странно. В английской версии игры она зовётся Мирель the Beloved, а в нашей локализации она просто Мирель. Да, потом в своих воспоминаниях Фейден называет её таковой, но это всё равно странно. В общем, как вы догадались, она заразилась скверной и стала сквернённой. Как и почему, неизвестно. Возможно, из-за проблем с ношением маски. Фейден упоминал, что маски, защищающие исследователи Тумана Скверны в запретных землях, были созданы им, но красотой они не блистали и, как следствие, Мирель они не нравились. Так вот, после обращения в Осквернённую, Мирель ни разу не напала на Фейдена. Она своим собственным примером доказала, что даже у Осквернённых, чуть ли она стала бессмертным, душа их сознания не исчезает. Чтобы вернуть её, Фейден провёл бесчисленные эксперименты. Причём они проводились даже на людях. Пусть и на преступниках, но тем не менее. Проведённые эксперименты привели к неожиданным результатам. Вернуть сознание Сквернённых не получилось, но когда Фейден наблюдал за развитием Скверны у новых заражённых подопытных, заметил, что они сохраняют сознание и способны к взаимопониманию. По его мнению, существование Сквернённых, сохранивших сознание, можно сравнить с достижением бессмертия человеком. Фейден смирился с тем, что Мирель уже не вернуть. А свои знания он применял для создания так называемого «Снадобья Бессмертия». Благодаря этому снадобью был создан Орден Бессмертных Рыцарей. Следующие атаки уже было отбить не так легко. И даже цитадель Близнецов, построенная специально для защиты их королевства, не особо помогала в этом. В какой-то момент времени с восточной границы из-за Сквернённых земель пришла беда. Началось наступление толпы Сквернённых, которых вёл их Алый Король Скверны. Это ужасная, бесформенная фигура, олицетворяющая обиду древнего народа, не утихшую и до этих дней. Для защиты цитадели Близнецов, которая необходима для обороны, Рыцари-Цитадели под руководством командора Юлия приняли решение стать бессмертными. Они принялись с надобью Фейдена, чтобы отбить атаку Сквернённых. Помимо Рыцарей и даже Белжерицы, на защиту цитадели бросили ещё и преступников вместе с магами. Биться со Сквернёнными прибыла даже Черная Ведьма Илэйн из Круга Магов. Круг Магов – это место, где собираются ищущие маги и знания из Бездны, и куда никто, кроме магов, входить не может. Маги помогают Белой Церкви, откликнувшись на призыв усмирить Сквернённых. Фритя и Илэйн – друг другу близкие подруги. Илэйн посвятила свою жизнь защите Белой Жрицы после того, как она спасла от мучения её мать, ставшую Сквернённой. Поэтому она без колебаний является к ней на помощь при осаде цитадели. Рыцари бились бесстрашно. Сколько бы их ни поражали, они снова поднимались. Во время сражения защитница Белой Жрицы Сильва поняла, что совсем не годится на эту должность. Её брала жуть при виде Осквернённых и Короля Скверны. В конце долгой битвы Белая Жрица совершила очищение Осквернённых. С той поры Осквернённые редко показывались из тех земель. В Запределии наступил мир, а цитадель Близнецов стала символом защиты Родины. Стоит ещё добавить, что исследователям Фейдена удалось выяснить о регенерационной силе опухоли, обнаруживаемой Осквернённых. В определённых условиях она может объединить несколько живых существ в одно. Именно по этой причине в игре встречаются такие разнообразные монстры. Будь то летающие рыцари, рыцари-кентавры или даже просто буквально бесформенные человеческие сгустки. В битве при цитадели отличились два сильных воина. Рыцарь Ульф и Командор Юлий. Первый это очень сильный боец, но крайне неумелый собеседник. У него грубый характер, а достичь с ним взаимопонимания довольно сложно. После побед над легионами Осквернённых никто особой радости не чувствовал. В основном из-за того, что те, чьи тела стали бессмертными, сами превратились в таких же Осквернённых. Ульф хотел погибнуть на поле боя, как и подобает настоящему воину, но теперь его тело не способно умереть. Той, кто растопило его сердце, стала белой жрица Фрития. Она рассказала ему, как называются цветы на раскинувшихся вокруг полях. Фрития многому научила Ульфа, не знающего ничего, кроме битв. И он, долго не разговаривавшись с людьми, не умеющий правильно подбирать слова, проникся девушкой. Фрития смеялась над его косноязычием, но ему почему-то не было обидно. После сражения Фрития покинула цитадель, но Ульф остался в ней следить за цветами. История Юлия намного сложнее. Для начала стоит рассказать о Страже Бездни Хейнере. Это предводитель Тёмного Отряда. Людей, которые посвятили своей жизни до последнего вздоха служению Родине. Он не только карает преступников, но ещё и выполняет всякие тёмные поручения короля. У Хейнера была сестра, которая родила тогдашнему королю сына. Хейнер скрывал от сестры, что состоит в Тёмном Отряде. Хотел, чтобы она жила обычной жизнью. Однако король, увидев её, сразу влюбился и она стала жить в замке, где, правда, быстро обнаружилось. Дав жизнь ребёнку, она умерла. Девушка улыбалась до самой смерти, нежно прижимая к себе новорождённого ребёнка. Хотя это противоречит кодексу Тёмного Отряда, Хейнер решил, что будет воспитывать мальчика. Хейнер захотел приложить все силы, чтобы мальчик мог самостоятельно выбирать своё будущее. Возможно, вы уже догадались, что этого мальчика звали Юлием. И вот с этого момента в его истории начинается что-то непонятное. Дело в том, что в тот день, когда Хейнер похитила ребёнка, тогдашний король сразу же спохватился и приказал всем искать его сына. Хоть он и не хотел, чтобы прервалась его линия и говорил про какой-то план, король всё равно называл Юлия своим любимым сыном. Возможно, в планах у короля была попытка сделать себе наследников от белой шрицы, поскольку Фрите что-то упоминает про королевскую кровь и преемников, но тут не совсем очевидно. Что касается Хейнера, по всей видимости, он растил мальчика в незнании о его родителях. Он воспитывал его как добропорядочного человека и учил сражаться, в результате чего Юлий дослужился аж до звания командора. Он был верным рыцарем короля, который готов был стать осквернённым, чтобы спасти родные земли. Вот только в какой-то момент он, похоже, узнал о том, кто его отец и посчитал, что король специально избавился от него, а посему решил отомстить, убив короля. По крайней мере, именно такое впечатление создаётся из-за записки, в которой он пишет, что ему не позволили жить как человеку, а также король не признавал его существование. Уточню лишь, что хронологически убийство короля происходит сильно позже событий при Цитадели, очень близко к началу игры. После очищения огромного количества людей во время битвы за Цитадель Близнецов, здоровье Фрити стало немного ухудшаться. Большую часть времени она спала, а тело начало неметь. Сначала правой рукой было просто тяжело двигать, а со временем она почти полностью отнялась. Через какое-то время Сильву с её госпожой Фрити отправили запретные земли под предлогом того, что там есть какой-то иной способ избавиться от скверны, кроме очищения. Сильва понимала, что эти земли кишат опасностями. Она осознавала свою слабость и хотела измениться. Для этого она решила принять снадобие бессмертия. Вот только то, что происходило в запретных землях, было совсем не лечение Белой Жрицы, а жуткие эксперименты на людях, выходящие за рамки всех человеческих законов. Проблема в том, что у Фрити не было преемницы, а сама Фрити медленно угасала из-за того количества скверны, которое ей пришлось поглотить. Королевству была необходима её сила. Поэтому и маги, и король, и глава защитниц, все они согласились, что необходимо запасное средство вместо Фрити способно очищать людей от скверны. К этому моменту Фейден кое-что обнаружил. Он испробовал разные виды магии, создающие и изменяющие жизнь. Создание гомункулусов, рукотворных живых существ. Он выяснил, что если в тело младенца направить душу, являющуюся источником силы, то так можно передать ему силу. Благодаря этому он принял решение о создании искусственных преемниц Белой Жрицы. Они должны были поглотить ту скверну, которую впитала в себя Фрити, а чтобы та излечилась и снова могла выполнять свои обязанности. Скорее всего. Честно говоря, тут я могу ошибаться. Хоть в воспоминании Фрити и говорится, что эти дети станут жертвами ради неё, она также добавляет, что они заменят её, а поэтому она хочет подарить им не скверну, а надежду. И из-за этого назначение ритуала размывается и не очень понятно. Если я не прав, то исправьте меня, пожалуйста. Но независимо от предназначения ритуала, он идёт не так, как задумывалось. В конце этого воспоминания слышен звук дождя. Это дождь Скверны, вызванный... скверной, накопившейся и терзавшей тело Фрити. Она росла и в итоге вырвалась наружу. Вместе с ней вырвался не только дождь, но ещё и родился новый король Скверны, который немного выглядит, как сама Белая Жрица. После этого маленькие Белые Жрицы были посланы в разные концы королевства, но каждая из них в итоге умерла. Из-за дождя все жители королевства или стали осквернёнными, или были ими убиты, а те немногочисленные бессмертные воины окончательно потеряли рассудок и перестали хоть как-то отличаться от осквернённых из древних земель. Ветеран Геллерд поклялся защищать деревню, но в конце концов тоже потерял рассудок. Ульф хоть и стал осквернённым, но продолжил заботиться о цветах. Обезумевшего Юлия мы находим на троне короля, которого он убил собственными руками. Страж Бездны Хейнер потерял человечность, но до конца помнил о помощи маленькой Белой Жрицы, спасшей его отряд. Чёрная Ведьма Элэйн поклялась до последнего защищать круг магов, но в итоге не выстояла. Что касается Сильвы, то даже выпив с надобья бессмертия, она поняла, что совсем не подходит на роль защитницы Белой Жрицы. Единственное, на что она способна, это бегство. Корни скверны проросли глубоко и поглотили многих. И верующие, и защитницы, все, кто укрылся в подземной церкви, превратились в осквернённых. Всё потому, что Сильва изначально не желала защищать Белую Жрицу. Она хотела лишь уберечь свою сестру от тех трудностей, с которыми она могла бы столкнуться, будучи защитницей. Сама же Сигрет восхищалась Белой Жрицей. Она её очень любила и сильно расстроилась, когда узнала, что состояние Фритии ухудшилось. От радости Сигрет стала Лилия, весёлая и добрая девочка, похожая на Фритию. Сигрет поклялась защищать её. Тогда хлынул дождь. Монахиня укрыла Лилия в церкви, а сама взяла в руки оружие. Она сражалась и защищала маленькую девочку до тех пор, пока сама не стала осквернённой. И вот мы наконец-то приблизились к непосредственному началу игры. Тот дух, что пробуждает в самом начале главную героиню, является одним из воинов древнего народа. Скорее всего, последним в своём роде. На нём было использовано древнее колдовство, управляющее душой. В прошлом такие воины преподносили свои души жрицам и заключали с ними договор, отбрасывая физическое тело и становясь бессмертными. Печать договора, оставленная жрице, предавалась из поколения в поколение, пока род не исчезал. Воины древнего народа оставались бессмертными, пока действовал договор. Последнего бессмертного рыцаря зовут Феррин. Оказывается, та девочка, которую подобрал первый король за пределье, была ребёнком жриц, которое он должен был защищать. Его заточили в одной из комнат в Бездне, а когда он нашёл жрицу, унаследовавшую договор бессмертия, то сперва даже хотел снять проклятие, убив её собственными руками. Это было очень давно. Эту жрицу звали Элдред. В игре есть кольцо, которое принадлежит ей. Забавно, кстати, что есть кольцо, принадлежащее жрице по имени Ликорис. Так что я теперь жрица, понятно? Обращайтесь ко мне подобающе. Так вот, Феррин потом понял, что должен защищать белую жрицу этой страны, поскольку она последняя надежда даже для древних. По этой причине он пробуждает главную героиню. Что интересно, на самом деле её зовут не Лилия. Лилии звали её сестричку, которую защищала сестра Сигрид. Эту девочку можно найти на поздних этапах игры в локации чуть выше той, где мы сражались с первым боссом. Рядом с ней находится записка, в которой Лилии пишет про главную героиню, которая должна скоро проснуться, но не сможет почему-то говорить. Я даже вам больше скажу. Главная героиня не просыпается в самом начале, а буквально рождается. Это становится понятно благодаря кольцу Немфелий. В его описании написано, что на кольце изображен символ, сияющий на челе белый жриц при их рождении. Выходит, что главную героиню не только не зовут Лилия, но она сама ещё и рождается для того, чтобы принять в себя всю ту скверну, которая скопилась за пределами после появления дождя. В первой концовке главная героиня, которую Феррин решил называть Лилия и её спутник добирается до окраинного источника. Там они встречают дух Фритти, который решается на последнее очищение. Фритти считает себя матерью всех этих девочек и не желает, чтобы они страдали. Поэтому она хочет очистить Лилии и позволить ей покинуть за предели, чтобы та жила счастливо. Того же хочет и Феррин, который прощается с Лилии, а сам отправляется на спасение Фритти, находящийся глубоко под землёй в бездне. Во второй концовке Лилии вместе с Феррином добирается до Фрити и побеждает нового короля Скверны. Несмотря на всяческие уговори и Фритти прекратить, Лилии всё-таки решает остаться вместе со своей мамой и разделить ту скверну, которая в ней накопилась. Наверное, это самая плохая концовка, потому что по сути это решение ничего не меняет. Дождь не прекращается, Скверна никуда не исчезает, Фритти не освобождается, а Лилии остаётся переживать всё это вместе с ней. Но есть и третья концовка. Для её разблокирования нужно собрать несколько скрижалей, которые позволяют создать особый предмет – «Сверкающее сокровище». Это амулет, некогда изготовленный древним народом. В нём заключена сила, облегчающая страдания жрицы при очищении. Впервые о нём узнаёт Фейден, но у него не получается расшифровать каменную скрижаль. Да и в любом случае не хватает на это времени из-за дождя Скверны. С помощью этого амулета Лилии удается очистить не только Фритти, но ещё и всё королевство от Скверны. Она зваливает бремя на себя и освобождает свою маму. Фритти благодарит Лилии за это и осознает, что Лилии вовсе не является её частью. Она полноценная личность, которая за время путешествия по Запределью успела повзрослеть и взять ответственность в свои руки. В эпилоге мы видим, что Лилии похоронила всех своих сестёр, а Фритти, скорее всего, освободилась от терзавшей её Скверны и умерла, сделав Лилии своей полноценной преемницей. Вот такая вот история о девочке и даже о девочках по имени Лилии из Королевства Запределья. Хоть сюжет и не самый оригинальный, но всё равно довольно интересно и разбираться в нём было увлекательно. Очень интересно понравилась ли вам история этой игры. Пишите об этом в комментариях. Также я не исключаю того, что я мог что-то пропустить, поэтому с радостью почитаю любые дополнения. Если вам понравилось видео, то не забудьте меня поддержать лайком и подпиской на канал. А ещё вы всегда можете оформить спонсорскую подписку или кинуть донат напрямую. Например, на стримах, которые я относительно регулярно провожу на Твиче. Ну и заглядывайте к нам в группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Отдельное спасибо спонсорам канала. Вы очень сильно помогаете. На этом всё. Большое спасибо вам за просмотр. Увидимся.